ассалам алейкум если человек любит ахлебеид алейкум салам принимает их верит в вилаят но не совершает намаз даже более того употребляет спиртное будет ли в таком случае ахлебеид ему заступником и простит ли аллах такого человека ради ахлебеид отвечая на этот вопрос необходимо разобраться с некоторыми с некоторыми моментами важными моментами давайте первую очередь обратимся к священному корану к одному из аятов священного корана который относится напрямую относится к этому вопросу в аяте 32 суры 53 всевышний изволил сказать а ладына яшта небу и а ладына яшта небу накябайра из ми валь фаба хиш илля ламам инна рабба каваси ульмагфира то есть всевышний говорит благодетели люди которые совершают благое и которым обещана и уготована награда это те люди которые избегают больших грехов избегают нечестия больших грехов и нечестия кроме ламан то есть люди которым уготован рай люди которым уготован божественная награда уготована эти люди обладают следующей особенностью они избегают больших великих грехов избегают нечестия но ничего страшного в том чтобы они совершали ламам ламам совершали а теперь что такое ламам ламам то есть совершение ламам нет не делает человека не выводит человека из числа благодетелей людей которые совершают благое то есть совершение ламам не выводит человека из числа тех людей которые являются обладателями благих деяний и которым уготована божественная награда и уготован рай то есть у нас есть группа людей которые являются благодетелями с точки зрения всевышнего и которым всевышний уготовил рай так вот совершение ламам не выводит человека из числа этой группы а теперь что такое ламам по поводу ламам имеются между мусульманами разногласия большинство мусульман считает что ламам это малые грехи некоторые считают что ламам это многочисленные грехи то есть малочисленные прошу прощения малочисленные грехи то есть их мало но в нашем учении в учении ахлебейт ламам имеет очень ясное и понятное и четкое определение и вот что по поводу ламам говорится в наших преданиях вот имама саады гали и салат ассалам передается валькафи предание его светлость изволил сказать это второй том 442 страница передание достоверное сахих из алькафи его светлость имама сады гали салат в салам изволил сказать имам саады гали салат в салам говорит что в природе верующего отсутствует ложь отсутствует нечестье нечестье отсутствует жадность то есть вот эти низменные качества отсутствуют в природе верующего говорит имам саады гали салат в салам но иногда имам саады гали салат в салам верующий совершает что-то из этого имам саады гали салат в салам говорит алямма то есть собирает что-то из этого подобно тому как человек например в лесу собирает дрова чтобы разжечь костер он собирает по одному берет по одному берет и кладет себе на руку то есть здесь имам саады гали салат в салам использует слово алямма то же самое однокоренное слово с и лямам то есть мы из этого предания понимаем что лямам не является малыми грехами лямам может быть и большим грехом и малым грехом ибо жадность ибо ложь ибо фуджур нечестье все это является большими грехами но я думаю алей то есть он говорит что имам саады гали салат в салам говорит лямам это когда человек не продолжительно это совершает непродолжительно и далее у имама саады гали салат в салам спрашивает а может ли верующий совершить прелюбодеяние имам саады гали салат в салам ясно и двусмысленно говорит что да то есть он говорит да то есть и то есть это все подчеркивает то что лямам это что это немалый грех это может быть и большим грехом или же в другом предании также из усуликафий также достоверное предание тот же тот же том 2 и 442 страница имам саады гали салат в салам говорит в толковании этого аят и вам сады гали салат в салам зачитывает этот аят а ладыни ящта не буна каба и лал и сми вал фаза хиша илла лама и говорит а ламам то есть тот кто совершает это тот кто собирает эти грехи подобно вот этим дровам собирает один грех за другим собирает но это основной вот момент в этих хадисах на что я хотел указать внимание на чем я хотел акцентировать внимание имам саады гали салат в салам говорит что но эти грехи не являются его привычкой то есть не свойственны ему и не являются его природой то есть совершение этих грехов не является свойством этого человека не свойственны ему они противны ему то есть другими словами объясняя своими словами то что мы сказали до сих пор то есть всевышний в священном коране говорит что тем теми кому кому готова на рай являются люди которые избегают больших грехов избегает нечестия кроме тех грехов которые ему не свойственны то есть что это значит это значит что это те грехи которые ему неприятны до каждый человек то есть это означает что каждый человек в том числе и верующий может отступиться может временно подчиниться может временно быть завлечен во что-то может потерять бедительность в конце концов потеряв эту бедительность человек оказывается под влиянием этого греха оказывается под влиянием наушений дьявола и его может затянуть в грех и он может совершить какой-то грех но ему это не свойственно он это совершил вследствие ошибки вследствие какой-то временной слабости и временного временной потери контроля в противном случае совершив этот грех верующий испытывает неприязь ему неприятно он хочет забыть это почему потому что это ему не свойственно ему это неприятно поэтому обратите внимание есть люди то есть верующий может отступиться верующий может совершить ошибку и он не перестанет быть верующим которому уготован рай но вопрос в том что люди которые совершают грехи люди которые оставляют молитву они бывают двух видов они ни одна они ни ни одна не одинаковые друг между собой между ними есть разница есть люди которые оставляют молитву или же совершают грехи вследствие какой-то временной потери контроля над собой вследствие какой-то временной слабости, им свойственно совершать молитву, им свойственно избегать грехов, но вследствие какой-то ошибки, вследствие какой-то слабости они оставляют молитву или же направляются в сторону греха. Поэтому, когда вы задаёте свой вопрос, вы должны понять, из какой категории этот человек. Если он постоянно пьёт спиртное, это для него свойственно, это его образ жизни. И не читать молитву, это тоже для него свойственно. То есть ему не свойственно чтение молитвы. То есть чтение молитвы для него является исключением, а не правилом в его жизни, в его природе, в его привычках. То есть два разных человека. Поэтому здесь возникает вопрос. Посланник Аллаха, обращаясь к его святости, изволил сказать, «О, Али, тебя любит верующий и ненавидит тебя лицемер». То есть любовь, калибнабиталиб, алей-иссалат-в-исалам, является качеством и особенностью верующего человека. Если у человека нет веры, то у него нет любви, калибнабиталиб, алей-иссалат-в-исалам. И поэтому здесь возникает вопрос. Человек, которому свойственно совершение грехов и оставление молитвы, может ли он в принципе любить Аль-Аль-Бейт? Останется ли в нём Аль-Аль-Бейт, любовь к Аль-Аль-Бейт, привязанность к Аль-Аль-Бейт? Это под очень большим вопросом. То есть это может быть просто слово, оставшееся на языке слово, не более того, а в сердце уже ничего нет. Сердце от черствела, не испытывает ничего к Аль-Аль-Бейт. Поэтому вопрос о том, что есть любовь к Аль-Аль-Бейт, но при этом нет деяний, в принципе нет деяний. Как это возможно? Как может быть любовь к Аллаху, может быть любовь к Аль-Аль-Бейт, но не может быть деяний? Могут быть грехи и оставление обязательств, вроде совершения обязательной молитвы. Как это возможно? Вообще возможно ли это? Это под большим вопросом. Поэтому, конечно же, когда человек является верующим, в нём ещё осталась вера. Опять-таки не забываем, что грехи постепенно выводят из сердца человека его веру. Он отдаляется от веры и постепенно, сам того не замечая, видит, что уже всё, веры не осталось, любви к Аль-Аль-Бейту не осталось. Это необходимо иметь в виду. Да, есть ли вопрос о том, что человек верующий, человек избегает грехов, человек работает над собой, старается, совершает молитву, но иногда отступается. Есть вопрос о том, заступятся ли за него имамы, за такого человека, который отступился. Даже совершил очень большие грехи, вроде прелюбодеяния. Это очень большой, очень страшный грех. Но имам Саады Галей говорит, что даже этот грех может совершить верующий. Даже здесь он может отступиться, проявить слабость. И от этого он не перестанет быть верующим, потому что это деяние ему противно, ему не свойственно. Он в какой-то момент очнётся, проснётся и начнёт возненавидеть то деяние, которое он совершил. Почему? Потому что в его сердце есть вера. И если о таком человеке речь идёт, о человеке, в котором осталась вера, но он отступается, и вопрос вы задаёте относительно вот этих вот его ошибок, будет ли Альбет заступаться за него перед Всевышним, чтобы он спастил ему вот эти вот его ошибки и отступления, и его слабости, то, конечно же, вне всякого сомнения Альбет будут заступаться за такого человека. А если человек не является верующим, для него свойственно совершение грехов, для него свойственно полностью оставлять молитву, наоборот, ему не свойственно совершать молитву, ему свойственно и распитие спиртной ИГТ в его образ жизни, то будут ли за него заступаться Альбет, здесь уже это под очень большим вопросом. То есть это очень-очень маловероятно. И нет у нас никаких доводов и каких-то аргументов в пользу того, что за такого человека Альбет будут заступаться. Даже более того, у нас есть доводы, есть у нас источники, которые указывают на то, что это может быть препятствием между Альбет и огромным большущим препятствием между Альбет и этим человеком. Поэтому нужно отделять этих людей, людей, которым свойственно совершение грехов, и людей, которым это не свойственно и которые ошибаются. Поэтому их нужно отделять только от этого. То есть их положение разное совершенно.